Искусственный интеллект, чат GPT, стейбл диффьюжн, миджорни, дали, все эти модные наименования попросту заполонили интернет, особенно в последнее время. И интернет, как и водится, разделился на два лагеря. Одни кричат, что все, дизайнеры не нужны, творческие профессии канут в лету, искусственный интеллект всех заменят, и мы все останемся без работы, в то время как вторые, наоборот, спокойно приняли тот факт, что сейчас у нас есть дополнительные инструменты для развития, для работы, для продуктивности, и живут себе спокойно. И сегодня мы разберемся, какое же будущее ждет ребят с фотоаппаратами. Пора ли продавать Canon 650D, или можно еще походить на съемки выпускных. Тема достаточно интересная, потому смотрите данный ролик целиком. Меня зовут Виктор, вы на канале Фотомастер. Лайк, подписка, и мы начинаем. Если вдруг вы до этого момента не взаимодействовали как раз таки с искусственным интеллектом, нейронными сетями, то спешу вас обрадовать. Скорее всего, это не так, ведь искусственный интеллект внедрился в нашу повседневную жизнь, хотя многие об этом даже и не знали. В общем, давайте приведу несколько примеров, где искусственный интеллект используется в повседневной жизни, а именно в наших смартфонах, к примеру. Когда вы открываете галерею на айфоне и пишете, например, в поиск по фото собака, вы видите фотографии с собаками. И все это неспроста, это искусственное видение, то бишь искусственный интеллект анализирует, что находится на фотографии, таким образом классифицирует снимки. Удобно? Я думаю, более чем. Более того, современные смартфоны, безусловно, не просто щелкают снимки, они все проходят несколько этапов постобработки, за счет чего? Правильно, искусственного интеллекта. И это уже звоночек. Ведь ни для кого не секрет, что больше и больше популярность набирают снимки, сделанные на айфон, к примеру, либо на любой другой смартфон. В социальных сетях пользуются большим респектом фотографии из реальной жизни. Не вот эти вот, на длиннофокусные светосильные объективы. Нет, просто открыл камеру, щелкнул и все. И таким образом, искусственный интеллект прямо сейчас, грубо выражаясь, дорисовывает наши снимки. А это лишь малая доля от того, что он умеет делать. Более того, был случай, когда Samsung представили свой новый смартфон, поразили всех своими возможностями телеобъектива, и потом ходили слухи, что этот телеобъектив дорисовывает, например, Луну, в зависимости от положения. Не знаю, насколько это правда, но склонен верить, что да. Google Pixel далеко не ушел. Тоже огромное количество деталей в снимках дорисовываются как раз-таки искусственным интеллектом. И происходит это на невероятном уровне. Почему этого до сих пор нет, например, в зеркалках? Пускай не профессиональных. Профессионалам, понятно, это не нужно. Но, тем не менее, любительских. Вопрос. Но вы понимаете, да? Уже искусственный интеллект проник настолько глубоко, что мы его даже не замечаем. А плохо ли это? Пишите в комментарии. На мой взгляд, ничего плохого нет. И вот теперь мы переходим к наиболее интересным поинтам. И одним из самых очевидных способов, которым искусственный интеллект может подвинуть, скажем так, профессию фотографа, Это обработка фото. И никто не будет спорить, что большинство фотографов, ретушеров тратят огромное количество времени на эту самую обработку. Однако, благодаря ИИ, или же искусственному интеллекту, эта обработка может быть выполнена значительно быстрее и эффективнее. Уже прямо сейчас. Некоторые программы, например, уже в один клик предлагают убрать все недостатки, подкрутить контрастность, яркость, кривые и так далее. Да, есть мнение, что в результате фотографы могут обнаружить, что их навыки в обработке будут попросту не нужны. Честно говоря, я не согласен с этим мнением. Однако, большинство современных фоторедакторов уже вплотную интегрировали искусственный интеллект. И я вам больше скажу. Те, кто его интегрирует в первую очередь, как правило, на коне. Возьмем, к примеру, фотомастер. Это крайне простой и интуитивно понятный фоторедактор, который не заставит вас изучать все эти функции несколько часов. Нет, а функций там достаточно много. И, к слову, искусственный интеллект есть даже там. Конечно же, это замена неба, это замена фона, это ретушь в несколько кликов. Да, это все доступно в фотомастере. Более того, базовая коррекция, дополнительные творческие фильтры, различные эффекты добавления шума, удаления шума, работа с лэп-каналами, все это есть в фотомастере. И более того, фотомастер доступен как для Windows, так и для macOS. А по нашей ссылочке в описании вы можете приобрести полный доступ со скидкой целых 60%. А приобретать его сразу же не обязательно. Вы можете попробовать данный фоторедактор с искусственным интеллектом в течение пяти дней. Это пробный период. В общем, переходите по ссылкам в описании, качайте, устанавливайте, а мы идем далее. Если обработка, классификация изображений звучит, ну, не то чтобы страшно, то вот автоматическое создание этих самых изображений, вот тут уже люди напрягаются. Возьмем, к примеру, Stable Diffusion, либо Mid Journey, либо искусственный интеллект под названием DALL-E, DALL-E 2. Это генераторы изображений, иллюстрации и так далее. Вдали, например, вы можете убрать ненужный объект в несколько кликов, да, либо догенерировать часть потерянного кадрированного изображения. Работает это в 99% случаев неплохо, не идеально, но неплохо. Однако порой появляются косяки. Часто конфузы происходят как раз таки с конечностями, с пальцами и так далее. Но в целом мы в команде уже вовсю данный инструмент используем. Особенно там для создания превью на YouTube, да, если нужно что-то дорисовать, что-то переделать. Изумительный инструмент. Перегенерировать изображение вы тоже можете вдали. Например, ластиком стираете какую-то часть ненужную, пишете запрос, он же prompt на английском. И нейронные сети дорисовывают то, что они считают нужным, как-то будет максимально подходит. Это очень круто и очень удобно. Вам не нужно открывать там различные дополнительные фоторедакторы. Вы это все можете сделать в браузере. Это взрыв мозга в прямом смысле. Но по опыту скажу так. Результаты вдали мне не очень нравятся. Есть MidJourney. Это вообще бот в Дискорде, да, при помощи которого вы тоже можете генерировать какие-то невероятные вещи, признаюсь честно. И когда я захожу побаловаться, вы там видите список того, что генерируют остальные пользователи. Но результаты порой просто впечатляют. Это невероятно. Более того, на стоке ArtStation был своего рода бунт. Люди взбунтовались и начали выкладывать фотографии арты с текстом AI. Стоп AI. Таким образом показывая, что художники против. Но это художники. А как же быть фотографом, спросите вы. А я вам отвечу. На мой взгляд, сейчас искусственный интеллект не заменит фотографов. Да, ну как ни крути. Ну что, компьютер будет вас фотографировать? Нет, конечно. Но вы можете его использовать в своих, в профитных, скажем так, целях. Да, получать из этого выгоду. А выгоду получить из этого можно просто невероятную. Например, референсы для снимков. Вы можете составлять специальные запросы, да, под будущую съемку. Искусственный интеллект будет вам генерировать какие-то различные позы, композиционные решения. И вы уже с ними можете ехать на съемку. Да, конечно, профессиональные фотографы могут сказать, что это уже не творчество. Это копия, копирка и все в этом духе. Но кто запрещает вдохновляться, правильно? И в дополнение, в копилку как раз-таки генерации изображений. Возможно, вы видели в интернете, когда люди перегенерировали уже готовые фотографии в том или ином стиле. Да, это можно рассматривать как потенциальную угрозу для электронных художников, фотобашеров. Но так или иначе, это отличный инструмент как раз-таки для фотографов, которые в пачке с обычными, да, привычными фотографиями могут прикладывать различные прикольные художественные решения. Таким образом, повышая стоимость своего продукта. Если догенерация, да, дорисовка изображений, фотографий, генерация изображений, рисунков, иллюстраций, тут как бы все понятно, то есть еще огромное множество вспомогательных инструментов. Например, Relight. При помощи данного инструмента вы можете перерисовать, переставить, перестроить освещение в ваших снимках. Я тестировал данный инструмент примерно год назад, и тогда он работал, ну, не сказать, что бы идеально. Однако сейчас при помощи веб-страницы в вашем браузере вы можете добавить дополнительное освещение на ваших снимках. Работает это не идеально до сих пор, но это уже рабочий инструмент, и им можно пользоваться. Итого мы имеем Dali для дорисовки ваших снимков, изображений, перерисовки, замены каких-то объектов, фото. Mid Journey для генерации изображений, генерации различных референсов, если хотите. Stable Diffusion, по сути это то же самое, только сильно сложнее с точки зрения установки, настройки и так далее. Поэтому я особо на нем заострять внимание не буду. Relight для перерисовки освещения в ваших снимках. Ну и, конечно же, куда без нашумевшего ChatGPT. Языковой модели, или же, как его многие называют, чат-бота, который знает ответы буквально на все. Как его использовать? Как он сместит фотографов? Ну, это уже смешно, конечно. Сместить фотографа, ну, никто, наверное, не сможет в ближайшем будущем. Однако, вы можете использовать его как базу знаний, которую в любом случае иногда нужно проверять на фактологию. Точную ли информацию он выдает. Например, как настроить камеру? Что такое экспонометрия? Да, какие-нибудь приемы фотокомпозиции? На все это ChatGPT даст ответ буквально в несколько секунд. Нужно просто написать запрос и подождать. И даже сценарий для этого видео частично писал как раз-таки ChatGPT. Что очень и очень упрощает работу. Если вам интересно мое мнение по поводу всех этих нейронных сетей, искусственных интеллектов. Смогут ли они заменить фотографа? Ну, конечно же, нет. Стоит понимать, что фотограф это в первую очередь человек с камерой. Да, они могут улучшать снимки в ваших смартфонах, допустим. Отделять объект от фона. Дорисовывать какие-то детали. Перерисовывать, обрабатывать фотографии. Но так или иначе, для этого в первую очередь нужен человек. И есть мнение, что вместо дизайнеров условных в компаниях появится должность а-ля оператор нейронными сетями. Да, человек, который будет составлять эти самые запросы, чтобы нейронные сети, искусственный интеллект генерировали точные изображения. Но на данный момент, я уверен, что нет. В будущем, к слову, возможно, искусственный интеллект проникнет куда глубже, чем нам кажется. И результаты, например, у того же Миджорни или Дали будут сильно лучше. Но для этого нужно время, и только со временем мы узнаем, получится или нет. Что же вы думаете на этот счет? Пишите в комментарии. Пользовались ли вы искусственным интеллектом? Если да, то какими сервисами, какими инструментами, для каких целей? Что получалось? Обязательно пишите в комментарии, ведь тема интересная, будет действительно интересно почитать. А вы на канале Фотомастер. Я с вами не прощаюсь. Увидимся в новых интересных видеороликах.